Это тебе не Египет, а? Да, абсолютно, правда. Так не делай. В общем, каждый на своей тачке, а мы на Игорька машинке, обзор на Игоря машину, ребят, ну вот обычный крузак рестайлинговый, белого цвета. Русь, что по девчонкам? Конечно, ты что? Так, а я что, как не выезжаю? Давай туда жопой, давай, давай, давай. Так, а где ключ от ворот? Надо кнопочку какую-то нажать. А вот Игорь закрывает. Что там есть место еще? Вперед проедешь, что-то. За ними едем? Нет, они поехали на заправку, мы на базу. Пристегиваемся. Ребята, надо пристегиваться в машине. В 105-м это все дело отключено. Ребята поперли. Вообще, красавцы, да? Да, прикольно у вас, но тут, конечно, грех не иметь квадрик, но, живя за городом, я бы даже вот там где-нибудь покатался бы, поехал сюда, где-то люди с палатками вообще стоят. Да? И причем здесь многие приезжают так, как на шлычки отдыхать, вот в это место. Ну, конечно, да, с Москвой нельзя сравнить. У нас, чтобы выехать, это целая, блин, процедура. Да, у нас немножко, ну, спокойный образ жизни, в том плане, тихий, размеренный, не торопишься, как в Москве. Мне почему в Москве не нравится, приезжаешь, это вот суета, беганина, народ какой-то весь, вот, знаешь, он... Друзья, закрой окошечко. В головняке, где деньги заработать, правильно? А тут ты спокойно пришел с работы, поехал на озеро, искупался, там, половил раков, там, одел костюм, поехал, там, подстрелил пару рыбок. Все, нормально. Выходные всегда за городом, озера. И народ добрый, спокойный из-за этого, а в Москве он злой почему-то. Вот мое субъективное мнение, что народ там злой. Такой вот весь. Когда ты москвичей встречаешь на отдыхе, они совершенно кардинальные разные люди, это было и будет. Я вот, сколько, ну, за границей с москвичами знакомишься, а потом встречаешься с ними в Москве, это два разных совершенно человека. Ну, просто, вот, небо и земля. Не знаю, у нас как-то по-другому немножко, какие мы на отдыхе, такие мы и в жизни. Челябинцы просто всегда отдыхают. А нам приходится за них работать, на них. Ну, уже пожили, мы на Москву поработали, теперь и Москва на нас поработает. Какой здесь прозрак, тут рыба до 100 пудового должна быть. Охренеть. А у вас нет таких? Вообще никогда такого не найдешь. Вот именно такой у нас пруд такой какой-нибудь, может быть, заросший травой, вот там такой прозрак. И то это будет осенью. Вот это, конечно, круто придумали. Молодая, да, девчонка? Да. А че она не прыгает? А что она не прыгает? Продолжение следует. Девчонка. Хорош. Вообще красота. Блин, прикольно. Так у нас на Урале проводят выходные, морят. Красотка вообще. Супер. потал вера но я дурак чуть не перевернулся не я с ним не поеду я только сам за рулем поеду нахер он такой товарищ мы очень стрёмно это же вещи опасно это очень опасные вещи можно переломаться смерти не смертность очень высокая я боюсь миша просто почему же сячит он ни разу не падал видать таких вещей а я знаю что вот по такой дороге упадешь на стопудово я падал я знаю ребят когда ездить на квадроциклах не вздумайте никогда пить вообще вот но можно выпить его на и на вот мы выпили но это прошло уже мы выпили бутылку ламбрусского на троих это легкое игристое вино и позавтракали плотно до плотно позавтракали не подумайте что это мажорское вино но всего стоит 200 там 80 рублей почему всегда приходится оправдываться что мы не мажора обещая потому что люди не понимают они вот это видят они где-нибудь живу мне у меня такую часу вот я смотрю видео я понимаю что я ездил много где был и понимаю что это то недорого все стоит до дома да как бы это дорогое как бы ничего не прошло каждый зарабатывает ну как может мне родители ничего не давали никогда ну как как не в родители меня обучили и вырасти папа у меня всю жизнь работал на заводе потом на стройке мама всю жизнь проработал праздовщицей в магазине все я сам как бы мы с пацанами сами всего добивались сами работали пытались что-то сделать правильно говорит игорь езанцев тот кто работает но на урале трудно быть бедным вот в чем прикол то столько металла столько всего можно зарабатывать деньги подумать немножко посидеть и получить желание игорь начинал вообще стуля разом они он начинал ну лет 10 назад с нуля делал вот тормозные цилиндрики вот такие вот маленькие для автомобилей урал а сейчас у него блин одна из самых больших компаний в мясе по производству запчастей на всю россию ну вот тоже прикольно так что ребят ссылка в описании если вам нужны запчасти а он же вчера сказал свой адрес у всех просто много вопросов чем занимается игорь постоянно игорь уже ответил на этот вопрос вчера ссылка на его сайт посещаемых завтра такая вырастет что лежит в кофре у тру райдеров на сегодня макс приехал привез свой квадрик он как бы его сдал но он ничего не подготавливал заранее то есть ну мы реально посмотрим чей запчасти болотники перчатки у тру райдера и тормоз под завязочку под завязочку тормозок ребятушки самогончиком макс не только красава что квадрик пригнал он еще красава что оставил термос русь давай они походим не сейчас не надо бухать сильно сильно не будем пал палой на максимовская фирменная слушай пахнет обалденно по прозрачу буровик гусь казахский погонял у него сколько нас будет вообще и все на белых крузаках короче это мода у челябинская это фичи такая челябинская саша саша миша показываю коня лучше он там должен стучать часы копытами рваться на воле это типа мерседес да в квадриках офигеть сколько объем красавица почему все его грязных приезжайте должен быть блестеть красавчик но она на фуле идет да то есть ничего доделывать не надо прикольно ладно посмотрим действия это шла все чё пойдем бочки вот чебаки то вы спрашивали что такое чебашка вот она плотничка видите вот плотно у вас чебанас чебанас я только за смертью посылать час 06 заправлялся вино покупал нормально все до вино бери все что есть на подъехать у меня кофр все там у меня вот так вот пиво вот посмотрите вот она вот значит ольга молодец вот вот как провожает мужа ольга ребят на состав экспедиции 3 квадрика или 4 9 4 квадрика до квадрокоптер и мы едем парня куда мы едем какой у нас маршрут на гору и цель найти умы и туда ехать примерно чувство метров так а по времени сколько туда ехать нормально а если не быстро то полтора часа примерно давайте не быстро поедем полтора а им рэдди за вами нормально ездить эти отвечаю нормально посмотри на него ребята начинается мега экшен короче я надеюсь что мы все доберемся живы-здоровы я в очках погибать и как не гоняем подавая нормально о не гоняем не гоняем в карелл буквально дом две недели назад мы все этот пожар видели смотрели вообще ужас был вот здесь машина проехать не могу а а всего лишь горела трава в лесу и трава огонь пришел из леса и спалил это не я я тебя а а а а Это сам начало! Привет! Это вообще не какая-то дорога! Бля! Это автобан! Гони, Голян! Стремно! Ну ты чё, я еле еду, смотри! А он вообще еле едет! Если его сейчас с поводка отпустить, он просто пьоу и умчится! Вау! Там офигенно копание места! Вернулоська? Нет! Кабцена! Охотичек! Кабалота и кабанов в море! О-о-о! Где там? Ха-ха-ха-ха-ха! Не получилось! Коля как-нибудь из него ходит прям! Квадрокоптер береги! Бля-а-а-а-а-а-а! Смотри, ты рядом, вот ты! Тихо-тишо, Игорь, подойди! Тихо-тишо, Игорь, подойди! Чё здесь решили? Чё сюда не поехали? Вау! Это тебе не египет, а?! А-а-а, абсолютно рад, наверное. Ебать, блядь, как ты так и делаешь? Субтитры сделал DimaTorzok А если он валится, что делать, прыгать? Ничего не делать В смысле? Нет, ну если ты чувствуешь, что он падает, то вот так, конечно, лучше прыгнуть и взять А с Никакой не прикольно Он когда уже конкретно кувыркается, потом прыгаешь в снег Что, где наши друзья-то? Все опять пропали Ну они медленно едут Вы тоже не гоните особо Хочу, кстати, обратить внимание на то, насколько эти самые Насколько у меня ответственные друзья Этот ведет дорогу А Серега сначала поехал вторым Потом понял, что парни не умеют ездить Ну, нет опыта езды на квадроциклах И встал последним Серега вообще очень ответственен, с ним очень прикольно кататься на горных снегоходах Он никогда не бросает тебя То есть он всегда, то есть на горнике все время приходится вытаскивать друг друга Поэтому Серый всегда рядом И сейчас, поняв то, что ребята не умеют кататься Он стал последним и ведет их, чтобы они все время были под присмотром Чтобы помочь им в случае чего Оля такой же, просто сегодня он едет первым О, все И бурик зато Если тебе понравился выпуск, ставь лайк и друзьям про меня расскажи Я буду безумно рад, если ты подпишешься на канал А также посмотришь, как мы покупали серебро в Африке И рынок на Мадагаскаре, на котором продают мясо, облепленное кучей мух